Здравствуйте, Satisfactory продолжается и сейчас я вам расскажу что я тут понаделал. На самом-то деле я за кадром немножечко пофармил биотоплива для того чтобы мои производственные мощности не проседали и как вы уже наверное догадались я проапгрейдил полностью второй тир я прокачал jump pad и walkways господи боже мой да теперь собственно мы можем строить некоторые вещи не эти мы можем строить вот такие вот штуки которые будут подбрасывать меня так полагаю эта штука для приземления и также самое крутое я вот наконец-таки открыл вот эти вот классные прекрасные мостики которые по всей видимости ставятся именно на фундамент то есть теперь я могу себе здесь оформить нормальные такие переходы чтобы с ума не сходить собственно ну а видите как они интересно присасываются к сетке ну я бы не сказал что они очень хорошо работают но вот вот более-менее можно будет сделать себе переходы ну ладно сейчас наша задача с вами построить наипрекраснейший вот этот огромный спейс лифт космический лифт который стоит 1500 катушек 400 труп или стержни кому как больше нравится и 500 мешков с бетоном чем у меня там по инвентарю влезет черт откуда у меня это гребаная руда пойду-ка я ее переплавлю вручную вот здесь черт не пройти круг почета какой-то совершил ну вроде бы все есть еще какая-то руда которая может мне не пригодится у меня есть лимстоун которая создаст нам бетон давайте это тоже сделаем чтобы никаких лишних у меня продуктов здесь не валялось я сейчас еще выложу все что мне не нужно потому что но вы представляете да сколько у меня в инвентаре сейчас будет всякого барахла сразу же катушки надо забрать так надо полторы тысячи да раз-два и наверное возьмем вот эту также нам потребуется куча железных вот этих пластиночек и у меня больше нету свободного места биомассу можно будет выкинуть час айрон ингот можно будет выбросить или переложить его хотя бы куда-нибудь я даже не знаю в склад мы сейчас его не не в склад вот сюда запихнем держи переплавляйся дальше значит болтики можно тоже переложить в принципе реинфорс металл тоже но я наверное сейчас сюда просто хотя мне наверное не хватит на трубы то блин вот офигеть офигеть не встать давайте-ка сделаем вот этот вот классный где-то он у меня был на его personal storage box вот эта вот коробочка мне сейчас очень нужна на самом деле и поставлю куда-нибудь вот сюда чем и в нее все сложи все что мне не нужно значит во первых ягодки точно туда это тоже туда листву наверное есть смысл туда убрать и вот эти болтики по идее должно хватить на все остальное сейчас проверим так еще труп возьмем стержни и кей и железо смотрим хватает не хватает не хватает бетона бетона у меня дофига хватит ли места в инвентаре одно есть нет все таки надо что-то убрать сюда еще будет давайте уберем инопланетную хреновину и цветочки и вот это тоже лимстоун который не переработался по какой-то неведомой причине и в принципе у меня хватит надо будет отсюда организовать конвейер по подаче бетона чтобы не бегать туда 10 раз потому что мы приближаемся к сожалению ребята концу контента раз два три четыре и до соточки можно до соточки это убираем вот это забираем теперь их в принципе хватает да да все хватает можно строить большой космический лифт давайте попробуем по всей видимости мне придется построить его где-то здесь потому что он уж больно здоровенный вот такая вот огромная хреновина которая не может здесь построиться пойдемте искать место где сможет до штука прям прям ого-го есть у меня мнение что она будет строиться только на на фундамент и которых нужно просто дохренища и желательно не в один уровень но вот здесь еще довольно ровное место сейчас тут проверим если что-то нужно будет подать и обязательно это сделаю о господи какая же ты здоровая туда еще ресурсы надо будет подавать да что-то мне подсказывает что для нее надо платформу крафтить мы сейчас вот сюда на горку залезем и посмотрим также нас сегодня с вами ждет некая командировочка мы отправимся с вами помните я со сканером ходил видел зеленую фигню на скале мы сегодня будем это дело забирать потому что как говорят ребята которые продвинулись дальше меня эта штука поможет прокачать генераторы чтобы те вырабатывали больше энергии больше энергии мне очень нравится неужели ты никуда не хочешь поставиться здесь же так офигенно чертовы камни мешают у меня пока что будут крафтится пластины и все остальное погнали фундамент так вот еще деревья кстати о деревьях у меня же есть бензопилать что как бы намекает что деревья можно можно и проигнорировать вот этот камень я буду что помешает давайте вот сюда пройдем посмотрим как тут будет до тяжела жизнь инженера в будущем хрен найдешь ровное место ну-ка здесь деревьями так понимаю мешают да что бензопилу создать это я могу у меня ресурсов ты хватит ну да мне кажется это место самое лучшее давайте здесь и будем строиться значит фундамент как бы тебя так поставить давайте вот вот так начнем строительство залезай на него и погнали мне главное сейчас определить какая должна быть длина в этого фундамента чтобы понимать площадь да это будет впечатляющая постройка наверное самая большая постройка из тех что я строил сейчас в игре и бетона уйдет просто чудовищное количество но никто и не говорил что будет просто да бетончик-то тает прям на глазах чем-то мне это майнкрафт напоминает я не знаю почему ну некую базу я построил пойдемте проверим смогу ли я сюда забубенить космический лифт вообще не видно ни хрена у меня правда сейчас бетона не хватает но если я наведусь правильно на этот фундамент мне по идее игра расскажет историю смогу ли я его сюда построить то есть она скажет что вас не хватает бетона сейчас нагреть что у вас место про мне неправильное место для этого лифта так говорит что не могу из-за места построить его хотя вроде бы я примерно правильно все расположил давайте расширим мой фундамент еще по блоку влево потому что вправо есть деревья и возможно ей не нравится что там они находятся есть еще кстати мнение у меня что здесь потребуется вышка давайте еще вот сюда тогда чтоб прям не думалось так вышка вышка нужна для того чтобы понимать вообще как это все стоит где она была вообще вот она лук-тауэр пойдемте ляпнем ее куда-нибудь я кстати с нее как раз таки хочу ту самую зеленую штуку-то и забрать о класс люблю когда куча ресурсов и ты просто берешь и строишь так космический лифт говорит что место не нравится представляете или все-таки тебе не хватает просто ресурсов пошлите за ресурсами сходим кавабанга твою мать ничего страшного ягодки есть мы не умрем я трубы то ведь тоже потратил да пока вот сейчас это делал ну по идее их должно хватить сейчас глянем мне труб чуть-чуть надо будет сейчас забрать но первым делом бетон конечно же раз два три 4 5 вышел зайчик погулять пойдемте труп добавим я их сюда не складывал да чтобы выложить чтобы выложить давайте сканер сюда пока выложим мне пока в принципе нафиг не упал и вперед да я так полагаю нужно будет конвейеры проводить тоже интересно все это черт подери скреба игра уже вышла в релиз то я вам сейчас покажу когда доберемся до ядра я так полагаю что на релизе то у нас будет намного больше тиров и всего остального да все аж ставится давайте с вышки построим чтобы было поровнее залезаем вот такая вот здоровая штука которая кстати говоря начала строится везде это шутка да ладно здесь красиво будет прям вот так по центру на ухты впечатляет да охренеть космический твой мать лифт вау ты еще и что-то делать сейчас будешь непонятно что он мутит но красиво ухты нифига себе цепануло представляете и правда какой-то странный космический лифт обалдеть разработчики аплодирую стоя на вышке а теперь я падаю я не падаю я падаю да ничего не умрем так мне нужны рампы рампы пожалуйста вот сюда и вот сюда тоже и вот сюда тоже одну ну пожалуйста ну чё ты вот спасибо так что ж ты можешь ждет лифт нам нужно отправить нам нужно отправить 75 реинфорстед металл и 50 моторов и тогда что-то произойдет но насколько я понимаю в данный момент это все никаких плюсиков нам не принесет потому что версия для превью и всего контента здесь нет он тупо отключен но мы сейчас посмотрим что у нас в ядре стало доступно потому что для того чтобы открыть третий тир нужно было как раз таки построить этот космический лифт которым в общем-то особо и необязательно пользоваться но перед тем как мы доберемся до нашего ядра я хочу забрать вот эту штуку вот на этой скале для этого мы построим всю ту же вышечку потому что она классная организация вышечка вот куда-нибудь сюда она чё над землей парить что ли вроде бы нет чем мы заберем оттуда штуку посмотрим что с ней можно делать выглядит не очень на самом деле успел это убираем все класс пойдемте в кедру теперь у меня собственно есть вот такая вот грин пауэр слаг то есть это какая-то зеленая как это слизь и пауэр это мощность мощная зеленая слизь твою мать звучит неплохо давайте я сразу в исследовательскую лабораторию запихнем да мы поняли да грин пауэр слизь да мы поняли да ага все таки надо ресурсы отправлять это я так понял насчет стали было замечание ну хорошо сейчас значит будем отправлять ресурсы для космического лифта чё не там 75 reinforced metal и сколько-то двигателей да двигатель они не здесь создаются они создаются по-моему вот здесь ротор оу а ты кстати не дешевая хреновина на самом деле ладно сейчас делаем фигня я думаю что создавать можно это все спокойно вручную потому что ставить констракторы на это дело ну не знаю смысла особого мне кажется нет с другой стороны было бы прикольно протянуть до туда конвейерную систему да сейчас глянем короче решим как лучше будет у меня что-то уже есть железом то напряги какие-то пошли и катушечки мне дайте спасибо так приступим reinforced plate на гвоздики на загвоздики болтики надо забрать болтики они у меня кстати отключены сейчас в производстве и вот я сейчас 500 забрал не знаю насколько это хватит reinforced metal а но если чё мы подключим производство на двадцатку надо 75 я понял врубаем врубаем здесь ага ты уже была врублена вот здесь мы врубаем производство гвоздиков и со спокойной душой начинаем крафтить reinforceded plate и в количестве 20 штук это немало кстати да прям совсем не мало и им еще нужны были ротор и да насколько я помню 50 по моему роторов сейчас посмотрим насколько у меня есть на ноль потому что опять же нужны болтики но болтики пошли так что я думаю с ними скоро проблем никаких не возникнет забираем все что есть и и я думаю что сначала надо с этим с металлом разобраться четыре штуки всего-то ладно я понял итого мы сделали 29 укрепленного металла ну или можно наверное даже назвать это сталью хотя вряд ли это сталь скорее просто какой-то наикрутейший металл так что давайте отнесем это слушайте мне так лень относить а ну вот правда серьезно давайте сделаем туда подачу автоматическую для этого нам потребуется большой склад вот сюда вот такой вот который мы сейчас будем складывать вещи которые будем отправлять и нам потребуется конвейерная установочка мое как не так проведем интересненько вот так по верху пойдешь иди сюда она автоматически насчет подавать да да пошло автоматом ну ладно мне я в принципе не против на самом деле теперь мы вот сюда ставим прямую тоже на максимальную высоту подключаем и поехали дальше по моему а здесь были входы на то есть мы можем сейчас спокойненько заводить ее вправо вот сюда куда-нибудь так здесь нам потребуется еще одна хреновинка можно выровнять по тебе не спасибо что нельзя мы сейчас здесь выровняем фигня-то какая где-нибудь так вот и вот сюда все шикарно поставка автоматическая есть можно даже это дело проверить сейчас будет еще раз 75 на 50 окей трубы 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 говорю реинфорстед металл пошел пойдемте дальше его создавать вот он идет и вот тут достаточно много но он дойдет и все у него будет прекрасно еще было бы круто конечно организовать мне туда спец доставку ну да ладно я в принципе по этому конвейеру если чё-то добегу но болтики ходят молодцы что как-то странно они это делают правда 89 вообще не густо не густо прям совсем значит 29 мы туда этих панелей зафигачили и у нас три в доступе да болтиков мне потребуется прям дофига прям очень-очень очень-очень много знаете чё учитывая что у меня сейчас мне в принципе заняться особо нечем давайте сделаем здесь переходы чтобы удобно можно было ходить а то я уже честно грязно заколебался прыгать как сайгак начнем отсюда так как то там строилась то правильно вот так угу потрясающе давайте начнем отсюда хрен с вами я это на шестерочку наверное не да да можно и так в принципе так а дальше чего не хочешь хочешь текс обалденно чем мы там еще можем нам нужна прямая или поворотная даже вот вот поворот а чё ты не хочешь то из-за проводов будь ты не ладно штука давай сюда тогда вот такую так я сделаю красиво здесь мы значит идем прямо тут у нас будет перекресточек точнее вот такой вот т-образный чтобы можно было и дальше идти прямо и повернуть вот сюда ну видите как классно получается я думаю здесь кстати надо вообще тоже сделать такую вот рампу чтобы повыше над всеми так сказать заводиками а чё ты стоишь кстати бетон а не не бетон ну нормально это металлический мостик здесь мы повернем где там эта штука была чё мешает ага надо еще выше серьезно давай еще выше не вопросик здесь уже можно по идее снижаться или не или не стоило мне снижаться наверное не стоило мне снижаться ладно пройдем еще дальше вот здесь точно можно снижаться было бы классно если это все выглядело как лестница ну да ладно и так сойдет во первый мостик есть пойдемте второй доделаем теперь видите как удобно можно перебегать здесь так значит а чё мы тут имеем собственно мы имеем очень интересную ситуацию потому что нам нужно здесь еще и как-то спуститься вниз мало ли я к крафт столу пойду то есть нам потребуется еще один т-образный перекресток дальше мы идем прямо вот тут наверное рампа потребуется потому что я хочу обеспечить себе доступ на склад лески леска мне нужна поворот слушай а ты над конвейером пройдешь это было бы шикарно проходит дотянемся не дотягиваемся ага тогда здесь давайте тоже т-образный перекресток вот так вот блин вот такую штуку я люблю действительно строить ага и здесь дотягиваюсь правда можно шлепнуться ну и ладно шлепность будет только ржака и спускаемся вниз все шикарно теперь я могу бегать везде до всех этих самых доставать вот здесь кстати тоже достаю нафига мне туда здесь т-образный нафиг он нужен давайте вот такой прямой сделаем стройся все шикарно так получается мы туда 32 штуки да отвезли сейчас я быстренько схожу проверю чтобы со счету не сбиться а то я знаете тот еще математик по конвейеру прям дойдем было бы круто еще какую-то вай-фай систему чтобы я мог понимать сколько там в этом космическом лифте ресурсов большая да хреновина рассказывай 29 ну и потому что я из инвентаря не выложил да сейчас выложим вот еще 3 ну пошли крафтить дальше да работы сегодня опять же немало предстоит у нас но мы откроем последний тир и это круто да к сожалению и к счастью потому что полноценное прохождение как вы уже поняли ребята начнется как только игра выйдет в ранний доступ официальный там уже будет 6 тиров можно будет все строить с чувством с толком с расстановкой никуда не торопиться и все такое да че там как наши болтики себя чувствуют блин вообще ни о чем на самом деле их приехало там надо тысячи этих болтов тысячи у нас пока что всего лишь на 5 пластин да 5 пластин и до свидания зато на ротор на один хватит ну мы роторы будем в последний момент делать сейчас мне необходимы вот эти чертовы пластины но я смотрю у нас есть некоторые проблемы с железом да вот эта печь вроде бы неплохо так плавит то я смотрю ну как сказать неплохо у нее не задерживается руда внутри зато вот с медью передоз дичайший может еще одно месторождение железо подключить я вот че думаю то и в мерджер куда-нибудь вставить можно да можно подключить еще одно в сплиттер и собственно подключить к каждому из вот этих вот штук давайте поищем его так с айрон оре ну эти месторождения тихо где где 400 метров блин далековато прям совсем могу ли я построить шахту мне же там генератор придется отдельный строить иначе тянуть я заколебусь провода туда 400 полкилометра чесать наверное это не лучшая моя затея ну или как вариант мы сейчас просто берем и че мы делаем мы вот сейчас трубы вот эти по идее вот так вот отключим трубы отключили и в общем то они теперь пойдут все в эти в болты можно даже их добавить а эту штуку заменить на как он называется мерджер потому что эта штука у нас ведь тоже трубы чисто теоретически начала производить в данный момент она железо производит пластины вот сюда прям хорошо идет у тебя там не завалялось нет все нормально у нас короче производство очень хорошо оптимизировано я вам скажу еще пять можно отправлять держите итого у нас там 37 будет в космическом лифте а надо 75 и обалдеть может вручную их покрафтить давайте ка я вручную действительно их поделаю так будет точно быстрее чем ждать пока эти заводы справятся тридцать одна штука у нас влезет потрясающе давайте давайте и того у меня получилось тридцать одна панель 37 плюс 31 получается 68 ага мне осталось совсем буквально чуть-чуть а че то трубы не едут кстати я смотрю ну-ка давай-ка отключайся штука хотя нет подожди пока не отключайся где трубы из-за того что я отключил здесь да подачу давайте включим и вот эту штуку тоже переведем на трубы все нормально теперь трубы у нас пойдут потому что что-то уж больно мало их стало а я не люблю когда мало я люблю когда много давайте скрафтим еще болтов мне нужна 7 да получается ну и потащили в общем-то в космический лифт и первый ресурс у нас будет доставлен да я отнесу это пешком потому что так быть быстрее чем они поедут по конвейеру конвейер мы наверное для роторов будем использовать блин интересно все это капец долго муторно много гринда но в таких играх этот гринд приятен что ли ой эти пластины еще не доехали представляете как же вы долго ребята едете больше похоже на чемоданы с деньгами только без денег так 34 35 36 37 и выкладываем сюда собственно все что я притащил получается 75 шикарно осталось 50 роторов господа по этой штуке долго бежать да вроде не особо а если по бачку идти так вообще шикарно получается 50 роторов ну я думаю что роторы мы сделаем быстрее чем эти reinforced панели а то уж больно они дорогущие получаются и сейчас будем смотреть что такое отправить ресурсы на космическом лифте звучит интригующе конечно так берем опять же эти штуки берем трубы которых кстати мало давайте-ка вырубим пока эту фабрику да проще делать трубы и вручную перекравчивать их в эти гвоздики и роторы привет на пять штук семь штук можем уже сделать но чисто в теории мне необходимо сделать больше болтиков винтиков и шпунтиков тоже осталось только трубы взять там по три трубы по моему на один ротор получается да по три трубы на один ротор ну короче нам надо теперь трубы накрафтить так я понял увеличиваем производство труб здесь идет здесь идет дальше у нас идут пластины собственно вот это можно тоже на трубы переквалифицировать и тогда у нас их точно будет дофига а этот у нас склад собственно благополучно копит просто хренову гору металлических пластин куда их только совать не придумал пока что да слушайте удобный мостик у меня произошел здесь правда спуска действительно не хватает к верстаку ну что сколько там уже трубок то должно быть уже нормально двадцать семь не иду не густо но уже ничего пятьдесят роторов нужно окей девять есть осталось сорок одна хе-хе так еще шесть или пять получилось четырнадцать роторов ладненько давайте пять минут подождем пофармим для вас это будут считанные секунды ну пять минут прошли посмотрим сколько я там умудрился нафармить трубок соточка ясно зато можно узнать сколько производительность да так давайте мне роторы один один ротор серьезно потому что нету вот этих вот штук давайте десять хотя бы сделаем сколько у меня на труб то останется ни о чем ну еще можно немножечко болтов пофармить да давайте на все пофигу трубы быстрее крафтятся чем эти болтики и того у меня уже больше половины ну ничего сейчас на на крафтим на фармим ничего страшного вся игра по сути про это да так что нужно просто подождать и у меня только один вопрос нужно ли этому лифту подсоединять электричество пойдемте заценим пока там у меня фармятся эти штуки можно еще кстати заморочиться по поводу строительства бензопилы у меня она все таки есть и вот там я вижу еще одну зеленую штуку на скале наверное есть смысл ее сейчас забрать впечатляющая хреновина так ну что хреновина это что такое загрузить и отправить статус загрузка ресурсов ну окей чтобы разблокировать тир 3 и тир 4 но четвертый тир я вам точно говорю заблочен к сожалению тут ничего не поделаешь тридцаточку сразу положу сюда этих роторов осталось по сути 20 что я могу тут еще кстати поделать я видел там есть лестницы можно забраться наверх и ничего здесь особо интересного нету черт какая же ты здоровая хрень просто ужас давайте вот эту штуку заберем на скале не будем так сказать тратить время попусту ягодку тоже можно сожрать так организейшн и вот эта хрень а да конечно трубы трубы да стержни или трубы кому как больше нравится они похоже падлы на труб поэтому буду их так называть извиняйте я думаю что у меня скоро будут проблемы с энергией но надеюсь что нам хватит потому что у меня в принципе еще тут в запасах лежит немножечко биотоплива вообще я думаю что это можно сносить да чё тут 100 на обратном пути да сношу ну чё ребята как там мои трубочки поживают 66 ну это уже кстати нехило так и сколько ты можешь мне предложить 4 ротора но это потому что мало вот вот этих вот гадов так еще десяточка ну и в общем то на 10 то вряд ли хватит давайте болтов наделаем чисто в теории болтов хватит на 10 штук но я не уверен на самом деле по-моему там около 200 нужно мы сейчас это дело проверим это кстати тоже заберем и сколько получается 7 а надо 10 ну сейчас 3 осталось 3 момент истины сейчас отправим ресурсы в космос ха-ха на космическом лифте о какой я молодец за хрена я их крафтил тогда трубы мне пожалуйста подайте и все и сейчас мы отправляемся как раз 3 ротора их и не хватало погнали но идея-то была неплохая сколько-то доставил это пока не будем разбирать что это все выкладываем и теперь мы можем типа в общем что-то сделали мы утрамбовали в контейнер и теперь можно отправлять класс чем-то мне это рок-н-ролл рейсинг напомнило я не знаю почему что пошло не пошло анимация какая-нибудь будет видимо видимо ушло да да и теперь им нужны фреймы и моторы а моторы это уже интересно пойдемте срочно в хаб посмотрим что у нас там открылось вот он tier 3 итак угольная мощь трактор станция по загрузке видимо трактора сам угольный генератор и сканер угольного определения охренеть ты дорогущая да не нехило смотрите полторы тысячи лески собственно 25 роторов 25 опять же этого крутого усиленного металла и логистика mk2 конвейер belt mk2 видимо высокоскоростной и вот эта штука о которой я вам говорил многоуровневый конвейер потрясающе ну и собственно не на четвертый тир понятное дело что мы с вами не переходим потому что это пока заблокировано то есть чисто в теории на космо лифте можно ничего не отправлять вот эти наггеты наггетсы можно тоже сюда запихать сейчас я быстро сделаю куда-то их складывал а куда и забыл они у меня что ли я же вроде их складывал куда-то пять штучек этих нужно а у меня не одной внезапно да она в том ящике лежит окей сейчас принесем ну че посмотрим что у меня есть по ресурсам и приступим к моему любимому занятию бесконечный фарм вот в таких играх это не напрягает а вот во всяких выживалках это сильно подбешивает на самом деле вот мой ящик вот эти штуки которые надо туда поместить гвоздики болтики я тоже сразу забираю и что нам надо сделать нам надо сюда сходить забрать отсюда трубы дайте мне сюда трубы эти тоже штуки отправим и сканер потому что сканер мне потребуется скорее всего для определения месторождения угля да если у нас теперь появится угольная электрисити то можно будет все эти генераторы посносить к чертям собачьим собственно рассказывай вот ты на тебе вот эти штуки да 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 нажмите на кнопку ну я нажимаю она не нажимается че за говно во нажалось потрясающе такс и теперь тир 3 меня интересует колл пауэр 25 25 и полторы тысячи так ну давайте сюда запихаем тогда леску у меня в принципе полторы тысячи есть трубок дофига этих дофига сейчас будем все производить я кстати могу это здесь сделать действительно че че уходить то reinforced 20 штук можно создать easy просто можно даже в принципе создать сразу 25 потому что у меня сейчас кончатся болты я сделаю больше болтов 1 2 3 4 5 и вот создаем опять все шикарно запихиваем сразу же сюда и осталось только 25 роторов да ну роторы понятно они там требуют трубки и в общем то у меня ни того ни другого нет пока но эта ситуация поправима фарм идет вне зависимости от того хочу я этого или нет вся крутость игр про фабрики сколько вы мне уже труб тут напихали ну вообще ни о чем на самом деле можно болтиков поделать пока что сколько там роторов то уже готово 3 как начнут уменьшаться можно завязывать с этим делом 8 9 10 11 12 13 14 15 и сейчас надо будет 16 17 18 серьезно 19 слушайте а хватит ли должно пойди хватить 21 ага вот все уменьшаются давайте крафтить сейчас все быстро сделаем у меня хорошее производство надо только сейчас леску забрать потому что еще столько же надо короче 2 по 500 должно хватить 1 2 этого точно хватит и собственно сколько вы мне там труп привезли 28 маловато будет но чё ж поделаешь так роторов у нас уже 21 надо всего лишь 4 штуки не 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 кабель все время хочется кабель создавать погнали ща мы перейдем с вами ребята на процессинг угля и посмотрим где у нас месторождение и так далее рассказывай не ты все время почему-то меня тянет к тому столу и вот катушечки тоже лети распространяйся так погнали смотреть чё мы тут пооткрывали продакшн ну майнер видимо на уголь ставится я так полагаю а вот у нас колл генератор стоит 3 фрейма 3 мотора точнее ротора и собственно провода как ты выглядишь выглядишь ты просто трэш реально гребаная электростанция ладно не особо кстати дешево но и не особо дорого выработка энергии 50 мегаватт а у этих штук сколько 10 или сколько там у вас было 20 20 мегаватт у одного генератора на биотопливе и собственно 50 в общем короче конечно ну тут очевидно что эта штука эффективней что еще там у нас открывалось кстати вот он трактор мы можем сделать тачку и тракстейшн тракстейшн это штука которая позволяет автоматически разгружать трактор если вы не в курсе то этому парню можно задавать маршруты прямо как в лучших традициях специальной модификации для фарминг симулятора который называется курсплей проще говоря мы можем запрограммировать эту падлу чтобы она что то где то загружала ехала и что то где то выгружала стоит эта штука 5 маяков 10 роторов 2 фрейма ну кстати тоже не особо много но меня интересует где находится уголь уголь так вот одно месторождение 250 метров изи смогу ли я создать майнера да смогу потому что у меня вот здесь есть собственно автоматический этот извлекатель руды поэтому мы сейчас бежим сюда и его забираем пока у меня там трубы крафтятся веди сюда друг майнер у нас есть идем на уголь 200 метров это фигня добудем просто без проблем еще один кстати на 600 метров ну нормально мне вот этот больше нравится который в 200 метрах еще один нашел в полутора километрах от меня в bin вон он подождите подождите я конечно все понимаю но как мне туда попасть неужели используя launch pad этот чертовый по всей видимости да мне еще надо вниз сначала спуститься он короче геморройчик это тут будет не не хило с этим углем разбираться пойдемте спустимся вообще надо перед тем как спускаться давайте проверим все эти launch pad и как они работают допустим штука которая запустит меня в космос чё ты хочешь ты хочешь reinforced metal и ты тоже кстати да это интересно сложно будет это все сделать на самом деле у меня просто хотя давайте проверим чисто поржать дотянусь не дотянусь дотягиваюсь по моему да дотягиваюсь а вот досюда уже не дотягиваюсь а если вот отсюда чтобы вообще не спускаться чит такой где майнер какой же я хитрожопый иногда бываю где там выход то у тебя вот так вот это я понимаю это называется бесконтактное строительство теперь мы ставим сюда собственно столбик вот такой вот и надо все это дело подключить осталось только найти свободный столб еще один столбик куда-нибудь вот сюда поставим есть свободные местечки есть иди сюда а ты иди туда еще мы подключим этот чертов майнер угля ну класса чё придумал-то я молодец могу когда хочу давай чик до сюда прям идеально и пошло теперь собственно мы ставим просто сюда вот такую вот хреновинку и проводим сюда конвейер слишком длинный ну я понял тебя хорошо хорошо без проблем вот я не вижу ни черта в какую сторону он поворачивается но вроде вроде правильно слишком а вот какая у тебя максимальная длина хреново забираем его можно крутить когда поставил шикарно ставим такой высоты так блин мне нужны трубки стержни твою мать ну вы поняли сейчас бегаем за ними да мне определенно нужна тачка ребята без шуток здрасте трубки мне отсыпьте спасибо хочу там на тачку надо слушать я что-то просто ну знаете хочется вот я вижу и мне сразу очень хочется чё там по фреймам кстати сколько стоит модулар флэ фрейм перед reinforced metal ненавижу тебя падла ща мы сначала все приведем а поставим значит электростанцию где она там есть у нас в пауэре 5 и 3 давайте сделаем пока я тут 3 reinforced metal чё там фрейм сколько один я могу сделать были значит надо 9 получается да до 9 надо на только на модулар флэ фрейм мой english is so good вся фигня делаем что я много по моему сделал ну ладно сейчас когда 3 останутся у меня их уже 8 9 все фреймы делаем 3 штуки 3 ротора то роторов по моему 5 надо было ну ладно сейчас сделаем 3 сначала до 5 роторов 3 фрейма и все остальное у меня есть еще пожалуйста мне отсыпьте этих штучек 1 2 все по идее теперь я могу ставить колл генератор угольную электростанцию выглядит она просто охренительно и дымить на она будет также охренительно как она выглядит но для нее я хочу вместо чтобы чтобы все было красиво я выделим блин кончилось говно ну ладно сейчас мы это заберем и заодно проведем собственно трубы-то у меня остались стержни это сука когда же это запомню но вернулся кораблик ты мне уже не интересен друг больше прокачивать нечего осталась только последняя технология которая чё там логистика мк-2 ну вот это конечно очень круто но сейчас на самом деле в этом нет необходимости сейчас есть необходимость только подключить подачу угля так а где кстати во по проводам пойдем точно классно что можно на таком расстоянии строится потому что вот если бы нельзя было у меня был бы серьезный геморрой по переброске своей задницы туда так ну чё уголь не знаю дотянешься ли ты до сюда я очень надеюсь что дотянешься надежда умирает последний да как говорится так что ставим еще одно сюда чё нету-то бетона черт подери я ж мимо пробежал выбегать не возьму сразу 200 мешков точно хватит все это дерьмо надо будет еще до туда довести но это уже не проблема в принципе доведем как-нибудь конвейер и мне прокладывать очень доставляет прибываем вот сюда надо поставить и не такой высоты алё я забыл тебя те высоту срегулировать вот так вот где то есть то о пересюда черт подери да с такого расстояния не очень-то удобно хрен нацелишься смотрим дальше куда она у нас пойдет а сюда то я нам не заведу и ну-ка чисто поржать допустим отсюда вниз да видите слишком большой угол не хочет не хочет падла ну ничего так доведем дальше значит едешь вот сюда пойдемте дальше контролить интересная фигня получается текст теперь здесь ну и собственно мы практически у цели дальше ведем ее вдоль этой скалы класс люблю я такие анимации ну и собственно нам надо будет ее дотянуть дальше уже до электростанция здесь можно подспустить немножечко дальше идем куда-нибудь сюда так а вот тут уже у нас будут некоторые трудности поэтому лучше взять наивысшую точку ага видели да как где-то где-то там поровней то встанешь вот здесь вот так мне уже нравится теперь до сюда где-то там есть вот так как не так я разверну и тут у нас уже собственно будет этот powerplant стоять что-то не могу запрыгнуть каши мало ел где мои эти фундаменты рампу мне отсыпьте спасибо кол генератор о господи какая же ты здоровенная падла просто ужас какой-то вы гляньте на нее это какой-то я не знаю паровоз из будущего что ли и вот сюда все ребята у нас появилась наикрутейшая просто жесть какая энергия охренеть вот просто да подключаем это все дело к столбу сюда а потом будем думать что с ним делать дальше ну чё уголек ты там едешь пойду использую свой подмост чтобы заценить эту красоту вон он ползет потихонечку ну все ребята вы спеклись генераторы вы мне больше не нужны у меня теперь есть реальная электростанция с блэк джеком и углем вот эта тема а только подождать пока уголь доедет но я думаю что он дает и все будет прекрасно ну что друзья думаю следующей части наша задача с вами будет построить трактор как он здесь называется и такие может быть даже track station на самом деле довольно скептически отношусь к этому зданию она конечно прикольная но я не уверен что мне потребуется создавать маршрут для трактора ибо мы не используем большие объемы этой карты я не катаюсь за тридевять земель у меня все спокойно по конвейеру вон едет вообще без проблем ну и конечно же в итоге сейчас я телепортируюсь к хабу но и в итоге мы прокачаем последнюю логистику дабы просто посмотреть что это такое и в общем то все мы достигнем с вами конца контента если можно так сказать для этого опять же нам потребуется хреново тыща reinforced от металла ротор и так далее я пока займусь небольшим фармом а потом уже начнем работу увидимся в следующей части которая скорее всего будет последний спасибо за внимание услышимся я даю паку будем покушечки